Я давно использую колонометры на своих электровелосипедах и есть обзоры на канале. Но у этих устройств есть один небольшой недостаток. Они не подсчитывают расход энергии в ватт-часах, только в ампер-часах, а это неточный показатель, так как напряжение аккумулятора при работе постепенно снижается. Первый прибор, про который я хочу рассказать, на Алиэкспресс обозначен как цифровой вольтметр постоянного тока. KVC DC200 – это мультиметр, который отображает напряжение системы, силу тока, потребляемую мощность в ваттах, ведет подсчет расхода энергии в ампер-часах и в ватт-часах. Время работы системы под нагрузкой и оснащен внешним температурным датчиком. Скажу сразу, что от использования этого устройства я впоследствии отказался. Причину объясню позже. Для быстрого перехода на интересующую вас тему пользуйтесь оглавлением видео. В комплекте идет сам прибор, короткие провода с разъемами, которые в большинстве случаев придется удлинять. Внешний шунт у меня на 50 ампер, он не маленький, можно даже сказать громоздкий, но для электротранспорта вполне приемлемого размера. Силовые сигнальные провода крепятся винтами. В продаже есть вариант на 100 ампер и есть прибор со встроенным шунтом для эксплуатации силой тока до 10 ампер. Инструкция на китайском и английском языке. Удивительно, что производитель догадался вывести в доступ ручную калибровку. Вот здесь расположены переменные резисторы. И при наличии у вас проверенного мультиметра, вы можете при необходимости произвести калибровку. Также есть кнопка сброса. Может пригодиться при калибровке. Сам прибор изготовлен аккуратно. Симпатичный дизайн. Глянцевая лицевая панель с одной сенсорной клавишей управления. Имеет вот такие размеры. LED-индикация разного цвета. Цифры не очень крупные, но вполне читаемые. Прибор имеет энергонезависимую память. То есть при обесточивании все показания сохраняются. Прибор может измерять напряжение от 0 до 200 Вольт с внешним питанием. И от 8 до 120 Вольт без независимого питания. Это устройство не влагозащищено полностью. Защиту имеет только верхняя панель с кнопкой переключения режимов. Разъемы подключения не влагозащищены. Поэтому на открытом транспорте прибор необходимо встраивать в корпус. Для этого я приобрел в магазине радиодетали вот такую пластиковую коробку. Что-то подходящее можно найти и на Алиэкспресс. Или напечатать на 3D принтере. Если у вас есть такая возможность. Для установки прибора в бокс пропиливаю окошко. Продолжение следует... Также для прочности крепления бокса я вклею внутрь тонкостенный дюралевый уголок. Для крепления на руль велосипеда я использую алюминиевую полосу. И зажимные кольца от старых грипс. Кольца дюралевые и легкие, подходящие внутреннего диаметра. Их распиливаю, чтобы сделать и разъемными. Так можно будет легко устанавливать и регулировать расположение прибора на руле велосипеда. КОРОКОНИЕ ГЕРМЕТИЧНОЕ Изначально имеет отверстие для выхода проводов. Оно большое. И чтобы влага не попадала внутрь легко, увеличивает толщину обмотки проводов. С помощью изоленты и термоусадки. Припаиваю комплектные коннекторы к проводу с одной стороны и кольцевые терминалы для крепления к шунту. Добавляю один разъем для подключения к плюсовому контакту аккумулятора. Так как у меня будет питание прибора от электросети велосипеда. Перепроверяю соединение согласно инструкции. Герметизирую для надежности конструкцию с внешней стороны. Для шунта делаю корпус из пененого ПВХ-пластика, чтобы изолировать его от соприкосновения с другой проводкой электровелосипеда. Субтитры делал DimaTorzok По некоторым обзорам прибор имеет хорошую точность по напряжению. Но попадались обзоры, где критиковали невысокую точность в измерениях силы тока. Я думаю, для электротранспорта эта погрешность не критична. Также на моем устройстве прыгали показания напряжения в пределах 1,1 вольта. И соответственно прыгали показания мощности, что конечно раздражало. Я смотрел старые обзоры и там было то же самое. Продавец мне ничего не ответил на мою жалобу. Хотя недавно мне попался свежий обзор этого прибора и этой проблемы я там не заметил. Возможно производитель устранил этот недостаток. Но отказался от использования этого прибора я по другой причине. Дело в том, что на солнце цифры очень плохо видно. Я даже сделал козырек, но и это не помогло. А при езде ночью наоборот, цифры светят очень ярко. Поэтому я стал искать устройство с жидкокристаллическим экраном. Но все, что мне нравилось по дизайну, не имело влагозащиты даже передней панели. В конечном итоге я приобрел вот такое устройство на Алиэкспресс. Производитель обозначен под именем WayNames. Есть прибор до 20 А с внутренним шунтом. И с внешним на 50 и 100 А. Я также остановился на 50 А варианте. Максимальное напряжение до 100 В. Что подойдет для большинства владельцев малого электротранспорта. Прибор я также встроил в подходящий по размерам пластиковый бокс. Клавиша управления на приборе тоже одна. Это обычный микровыключатель. Доступ к которому через отверстие в корпусе. Поэтому для придания влагозащиты я наклеил на двухсторонний скотч кусочек тонкого пластика. Прибор отображает только 4 параметра. Напряжение, ток, потребляемую мощность и расход в часах. Но зато крупные цифры, которые хорошо видно на солнце. Есть подсветка голубого цвета. Включается нажатием клавиши. Обнуление показания осуществляется долгим нажатием клавиши. Но при этом вы попадаете в меню, где можно выставить уровень мощности. Прибор будет издавать звук, сигнализирующий о превышении заданного значения. Я этой функцией не пользуюсь. Прибор не отличается идеальной точностью, но для электротранспорта, думаю, достаточно. Мой мультиметр не калиброванный. Но и он, и прибор, который достаточно точен, показали одинаковое отклонение по напряжению в плюс на 0,3 вольта. Для проверки замера силы тока включил фары на электровелосипеде. Показания были очень странные. Видно, на малой мощности этот прибор сильно врет. Использую я свой ваттметр третий год. Но тоже обнаружился неприятный недостаток. В этом устройстве энергонезависимая память. При обесточивании показания должны сохраняться. Но, как оказалось, не всегда. Через какое-то время без питания показания иногда сбрасываются. Причем не на 0, а на какое-то неопределенное значение. Насколько я заметил, примерно на 50%. Поэтому, если необходимо показания сохранить, то лучше их фотографировать или записывать. Возможно, это просто неисправность конкретно моего прибора. В остальном устройство полностью меня устроило. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Пишите отзывы, если используете этот или подобные приборы на своем электротранспорте. Подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...